Рак Проверка связи Йо, всем привет! Давайте еще немножко подойдем на воду И начнем с вами разговаривать Солюдсем, солюдсем, я на родном районе Финал, привет! Солюдсем, солюдкидди фанпейдж Мои фанаты самые крутые в мире Потому что только они понимают меня и чувствуют, а я чувствую их Пожалуйста, чуваки, никогда не включайте музыку на всю улицу Чтобы казаться крутыми Вы выглядите как лохи Тим Кири Битов много, начну завтра все смотреть Так, так Сейчас начнем декодить релиз А потом поотвечаю на вопросы Договорились? Маленькие часики смеются тик-так Когда трек 18 клаб Не знаю Я вообще не дописал Блин, смешно выглядит, да? А еще тура не знаю В этом году точно тура не будет Но в Москве скоро будет выступление 23 сентября из Зеларена Это концерт в Москве Вот, 23 сентября буду выступать Но это не мой концерт Йоу Мне 15 лет Я молодой еще Киев, Киев Очень хочу в Киев Там очень круто Давайте начнем с трека ненависть Меня нормально слышно вообще Потому что мне кажется, что из-за того, что дорога здесь Меня может плохо слышно быть Давно не виделись, да В Москве сольник пока не планируем Чтобы организовать мой где-то концерт Вам нужно связаться с организатором Чтобы они уже связались с моим менеджментом Вот, тогда я только приеду Блин, может где-то здесь присесть Я даже не знаю, где здесь есть Не знаю, где здесь есть на родном районе Всем привет, привет Напишите, какой трек Больше всего вам понравился с релиза И мы прям сразу начнем Декодить весь релиз Потому что многие подумали, что Он слишком много о любви Хотя о любви там было очень мало Очень многие думали, что Альбом о любви, но не так Что там про маму , заебись не завершил эфир вот я понял прочая ждите клип на слезы шама обязательно я как только вернусь в город мы начнем его снимать краш баш крутой трек я слышал уже до релиза и классный проект мне понравился начнем с ненависти песня ненависть многие мне писали что вау это ты разговариваешь наверное с девушкой который плохо нет я разговариваю с вами с обычными слушателями с обычными людьми такими же как и я который умеет чувствовать им иногда бывает больно и и хочу погрузить вас в мир о я нашел где присесть и пытаюсь погрузить вас в мир свой где нет ни я в ней строчки где есть где нет я забыл стройте свои красные линии и синие руки от прошлых обе есть любовь и весна вот и я погружаю так вас в альбом что вы должны забыть вообще обо всем о том что вы вообще вас когда-то может быть обижал или вам было больно от этого чтобы вы пришли в этот мир этого альбома и вам стало легче вот но многие думали что это общее обращение к девушке нет это обращение прямой к вам чтобы вы готовились эмоционально к альбома настраивались грубо говоря интро альбома вот красные линии это обычно следы какие-то шрама шрамы же у вас красные это ли обычно линии а синие руки это ну синяки на руках и вот чтобы избежать от этих красных линий синих рук я предлагаю вам окунуться в альбом все ненавидят киди после идет трек поп-стар ну по моему все и так понятно вы должны себя ощущать веселый трек который настраивает вас вообще на все там есть очень много таких строчек кто-то перевел текст не мун волк а мула тянет мечтам но там мун волк тянет мечтам лунная походка отсылка еще есть строчки на моих руках лед новая рука оксана лед кто знает у майкла джексона он всегда носил такие перчатки с бриллиантами это вот прямая отсылка на этот трек у флады крутые отсылки на лабаду по моему это вообще вверх просто пик реально круто я у салют сони спам сонюс с нами здесь и вообще вы должны себя всегда ощущать как под звезды мне кажется потому что я считаю что каждый человек достоин быть сильным если он этого хочет просто я знаю людей со мной когда я приехал в свой родной город я понял что здесь люди они не мотивированы они ничего не хотят мало кто ну я не общаюсь с такими людьми которые не мотивированы они ничего не хотят потому что я считаю что такие люди начнут меня тянуть вниз а у меня есть какие-то мечты я хочу чтобы у вас тоже были мечты и это важно первую очередь вот поэтому так по-моему дальше там идет песня sd а слезы и шрамы ну слезы и шрамы это прям полная автобиографическая песня такая начиная от всего того что происходило за последние полгода заканчивая тем что у меня происходило там в жизни за все время происхождение вашего похождения на землях вот и больше всего наверно за счет этого пришло каких-то я просто читал очень много что вы пишете что у вас слезы текли когда вы слышали это очень приятно нереально приятно когда вы начинаете писать это потому что я лично писал ее со слезами на глазах и понимал о чем я пишу и что я пишу это супер искренняя песня и наверное мне хочется писать больше таких песен отстрочек мама не плачь я вернусь домой потому что я смаз со своей матерью не общался очень много не общаюсь потому что силу работы в силу нашей жизни она вечно работала я где-то был и сейчас я работаю не живу вместе живу один и не вижу ее по полгода в год и ну иногда она плачет от того что мы скучаем ну это такая настоящая тема вот а мой отец ушел мой отец шел чтобы на небесах следить за мной на это всем понятно строчку меня отца убили когда мне было три года и эта строчка ну прям настоящая я считаю что все люди которые уходят от нас они следят за нами сверху в любом случае вот потом идет трек с я ником и вообще я считаю что это очень крутой трек и написал я его честно признаюсь у сезона вышло интервью на за флоу или где-то еще я написал о рэнбишниках она говорит это дети которые пишут о сексе наркотики и деньгах и не знают вообще о чем пишет и я такой о классный типо припев хоть он и банальный много кто писал про это но я решил написать тубу потому что хотелось стать вот именно этим рэнбишником и после этого я написал куплять ну припев никак не диссю диссю короче не снег диссю не снег диссю не знаю как сказать сезон она прикольная но иногда просто нужно думать что ты говоришь а у яника прекрасно вообще парт я считаю все это в секс деньги наркота у меня в куплете появится скинни джинсы маленькая думаю влюбился я но это пилсы и цветы скрученные врезы некоторые вообще не понимают строчку хотя она супер простая скинни джинсы у девочки обычно они носятся скинни маленькие ну потому что они все маленькие от 18 лет пилсы таблетки в те они вызывают таблетки аризлы и цветы скрученные вризлы это косяки вот и об этом я пою и в конце я говорю не многие поняли фразу но зная как скотт против всех скотт пилигрим чем многие знают что убиваешь этим у меня даже вот подвеска рамон и сделанная целый blinks которая только у меня такая эксклюзивная бриллиант сваровский кристалла точнее очень люблю скота особенно рамона рамона когда-то станет моей кто такой м джей майкл джексон чуваки вся песня поп-стар поп-стар по-моему у нас майкл джексон и вот многие думали что я про макл джордана пою но это по моему несосветная херня вот дальше идет песня качество плохого декодинг и а салют снаф реально декодинг потому что немногие понимают сейчас не понимают строчки но реально многие писали это чем м джей это майкл джордан и сюда конечно песня домой к маме можно не не декодить это интерлюзия супер просто но мелодичная мне нравится мелодичным узло я делаю ну не всегда хромала рифма но я всегда делаю опору на мелодику миллирок это танец такой танцуем тут миллирок шут-дэнс шут-дэнс это танец блок боя и шут-дэнс снова мун волк потому что все начинают танцевать этот шут-дэнс и он входит в историю как какой-нибудь мун волк но я не думаю что это конечно так будет но миллирок это вот этот танец потом идет песню космос песню космос я написал это вообще была не песня это были стихи я никогда не писал стихи и тут я не решил написать стихи и потом я услышал бит который мне скинул транзишен и решил просто попробовать на петит попробовать на петь стихи на бит и получилось вообще круто я даже хочу снять клип на эту песню мне нужно пока заниматься поп-старом и слезами и шрамами под песню слезы и шрамы начала чаще общаться с мамой общаться своими родителями это важно даже если они вас обидели как-то или что-то у вас плохо родители это важная тема на бэках в песне космос лали дилена вы должны знать и она очень круто поет люблю я как сестричку я наверное еще не так никогда поэтично не рифмовал песнях как космосе у меня понравилось так делать может когда ничего сделал но спокойных песен пока не намечается чё качество ужасно я отметил лали вы просто мало где видели я живу один корней шарите за корней это круто люблю своих фэйнах сто процентов без вас за на протяжении полгода я брал поддержку только из вас и весь релиз писал с вами и последняя песня ну по космосу мы прошлись там ну очень много поэтичного вот и последний трек аллилуйя наверно самый самый такой трек который надо декодить потому что там очень много отсылок к религиозным каким-то темам красный цвет красный цвет красный я пью вино но это кровь в крестьянской религии есть такая тема что когда вы пьете вино это кровь иисуса по моему вот это прямая прямая отсылка на это это прямая ссылка на это а я журналист еще между прочим вот и весь трек вообще аллилуйя посвящается тому что мы не справляемся с какими-то моментами в жизни и пытаемся идти своим путем и думаем что что-то мы делаем правильно и что-то неправильно на самом деле мы делаем так как говорит нам всевышний вот и там очень много строчек для них всех я был жив для себя я был мертв это в тот момент когда у меня было депрессионное расстройство люди не замечают обычно такое некоторые смеялись над моими какими проблемами некоторые не видят просто в тебе человека и что тебе больно они думают если им хорошо значит всем вокруг хорошо иногда думайте иногда просто думайте что люди рядом с вами им тоже бывает плохо я общаюсь с фэнами в соц сетях и пишу им иногда отвечаю на сообщения я не атеист я верю в бога клип на поп-стар скорее всего да вот и все и в треке аллилуйя есть вставка многие не думали что это я говорю но это говорит Рома Лакимин я просто его просил сказать что такое ненависть и как к ней должны люди относиться и благодаря богу люди находят ответы что делать с ненавистью вот и ну локи не затрагивал тему религии но вообще весь трек посвящается этому что слава богу что мы можем подавить свою ненависть в вере в кого-то и во что-то и здесь есть просто атеисты я тоже уважаю фраза они становятся легче становится со временем когда мы осознаем что мы делаем проходим какой-то путь но если бы мы каждый день молились например и просили бога о чем-то я думаю было бы намного проще и было бы меньше проблем ну это мое понимание того просто есть некоторые атеисты люди которые не приверженцы этого люди других конфессий и они этого ну не понимают и я уважаю их какой-то взгляд вот и в принципе это такой маленький декодинг это нужно я может на джиниусе потом сделаю полный декодинг это вот всех релизов всего релиза как-то объясню свои строчки мне видно хоть мне кажется я так темно иду ну ничего давайте прогуляемся вот теперь давайте поотвечаю на вопросы вроде чуть сделал сколько времени прошло 20 минут Йо у меня есть просьба пожалуйста когда будет 20-40 напомните мне пожалуйста чтобы ой чтобы чтобы я попрощался с вами и пошел по делам поп-стар клип мы еще не снимали но все в разработке я люблю общаться с вами потому что у нас конечно у нас увеличилось было раньше меньше народу сейчас больше сейчас до сотки довалили но все ушли всем стало типа чувак ты такой же альбом так скучно я его салют кашу но мне похуй остались только те кому интересно а это круто не люблю не люблю людей которые приходят тупо из-за того что это модно свои люди были с самого начала и будут то есть форил Брайсен Теллир выпустил три песни новые. Я очень много на The Flow видел комментов, что как-то я писал, как-то я ввел прямой эфир и говорил, как же я заебался от этой жизни суперзвезды. Я вообще такого не помню и меня это немного насторожило, потому что если я так никогда не вел, мне кажется. По мерчу. Мерч. Я честно не успеваю заниматься, потому что я все один делаю сам пока что, но думаю, что в сентябре мы запустим мерч и выйдет еще как раз либо клик, либо песня. Я пиздец сам жду, я очень хочу сделать мерч уже. Но я хочу сделать крутой мерч, чтобы не было просто, знаете, надписи там на груди или что-то еще. Это, по-моему, полная херня. Но мерч будет посвящен релизу полностью. Какие-то отсылки, что-то еще. Я посмотрю в директ. Спасибо. Это полностью фан-мерч. Если вам понравился релиз, вы можете поддержать меня, купить. И вам будет приятно носить. Как Джиани. Да, Solid Vader 1. Примерно как Джиани. Вот такой мерч. Это, мне кажется, такой спонтанный мерч. А я хочу все проработать от А до Я. Но покупайте вещи Джиани, если они еще остались. Я не знаю, выйдер остались они или нет. Джинсов клавера я делал ее очень долго сам. Я думаю, что не настолько хендмейд. Я не считаю, что я стал известным еще. Главное, что это нашу музыку. Это уже прикольно. Хотя 50 людей. До этого 10 тысяч человек было. Но мы добились они до сотки. Мой мерч в сентябре. Пожалуйста, кто продает. Я видела то, что вы там продаете, все ненавидят. Киди, что-то еще. Строчки из песен. Не покупайте этот мерч. Вы так меня нисколько не поддерживаете. Конечно, мне приятно, что вы будете относить, но... Это не то. Ок, отъебался. И можете приобретать уже официальный мерч. Потому что так, я считаю, это не круто, когда вы не поддерживаете артиста. Если вы хотите крутую одежду, а не просто написать. Вы же сами можете пойти в магазин и сделать какую-нибудь, типа, фотку со мной, или там с релизом, или что-то еще. Вот. И сделать. Но это приятно. Прикольно. Но если вы покупаете это у чуваков, которые просто на этом могут разбогать... ну, просто заработать на этом, то зачем? Биты от Смуки, да. Мой трак Клуб 18. На нем будет бит от Смуки. Клуб сходится всю ночь. Почему ты тут одна? Вот. На нем будет бит Смуки. Я не был в Омске. Хочу. В Новосибирский концерт не писали, но что-то там не срослось. В Ашан идешь? Нет, чувак, я иду в пятерочку. Я планирую главклаб собрать. Всему свое время. Всему свое время. Надо просто работать, я понял. Вот. Надо работать и пахать. Мы поем по всем городам. Дайте нам время. Маркл крутой чувак. Не знаю как, но мне с ним приятно общаться. Классно. Слушай, Мавратан скоро биты скинет на почту. Я ему сказал, чтобы он тебе у меня привезли. Да, да, скидывайте биты. Я все завтра прочакаю. Сегодня просто, я думаю, не успею уже. В Казахстан. Говорю, доеду. Везде буду. Всему свое время. С кем из российской индустрии? Я очень хочу с Big Baby Tape что-то сделать. И с Платиной что-то сделал бы. Они круто стелят. Правда, что у тебя готов Polaroid 2? У меня готов релиз. Ой. А меня видно? Скажите мне, что видно? Что я себя не вижу. Меня видно или нет? Блин, а я себя не вижу. Ну ладно, буду экспериментировать. Похуй. Вот. Да, с платиной, с тейпом я бы сделал что-то. Ну, из А листа. Я не знаю. Да не знаю. Много таких чуваков. Не знаю, с кем можно поработать. Я не знаю, с кем можно поработать. Я не знаю, с кем можно поработать. Пока, пока, пока настроен только на своем узлу. На сольные какие-то проекты. открой-закрой не не могу за открыть открыть съемником трек зашел прикольно да я отращиваю волосы да я всегда смотрю директ присылайте что вы там пишите насчет кезару ничего не думаю хватит про рэкера спрашиваться в рейсе нался и не станет у меня в маска какая разница снимаю пункт управления открой-закрой потому что мне нравится ходить шапки мне не жарко поэтому я хожу в шапке чем раньше был синий цвет волос хотел попробовать прикольно по моему смотрелось но это затратно вот я не понимаю как девчонки краситься все время что-то делают я покрасил волосы один раз они начали быстро отрастать их нужно было еще подкрашивать я решил такой факт я не могу этим весом заниматься о я начал себя видеть прикольно если это не верхние все этого могло скажите мне сколько время сейчас девчонки я вас очень сильно люблю и уважаю и вообще мне кажется девочки сильные это круто моя любовь с вами девчонки знаете это 37 минут кайф как раз пока дойду до дома возьму рюкзак 31 31 кайф да я в орле сейчас кто из орла я думаю на следующей неделе сделать сольный концерт здесь никогда не учился вокалом и домой к маме на что там декодить я отведу тебя к своему домой я покажу тебя всем своим друзьям знаешь детка я думал об этом порой что я недостойна тебя но типа меня была девушка с которой я знакомил всех своих друзей и маму и я думал что она ну типа хорошая девчонка настолько что я типа а я не очень не очень хорошо себя мог повести в ее случае в плане того что где-то бывал с кем-то и поэтому говорил не достоин тебя вот и все вот декодинг а он 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 хотел бы себе автомобиля какой хотел он 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 умею играть на баяне это не шутка факт факт парень мне пишет факт факт Это, типа, никто не знает, что у меня раньше был такой псевдоним. Я добавляю ВК, а очень мало кого. Не ругайтесь матом. Я вот очень много ругаюсь матом иногда, и меня это очень бесит. Это мой совет вам. Я учился в музыкальной школе два года, и потом уехал в Москву жить. Слышал, что некоторые песни Майкла не его. Я вам больше скажу, знаете, что песни многих рэперов не их. Типа... У Дрейка не все песни. Не их. Все остальное. У тебя есть 20 минут. Я сейчас иду до дома. Как раз я сворачиваю домой. И сейчас иду к тебе. Ну, договорились без 10 встретей. Очень много демо, которые вы не услышите никогда. У меня есть троек. Мой дом, я построил для себя и друзей. Это Ти Ци Янг, я не... Следите за новостями ВКонтакте. Вспоминаем кавер на Бибера. Господи, мне так стыдно за них. Я до сих пор не знаю, как их удалить с Ютуба. Но это мой такой критонит. Гострайтингу... Мне кажется, песни должны быть своими, но может кто-то в них поучаствовать. Но мне никогда не писали песни. Именно текст. Закончил заниматься медиками для меня. Ева, чуваки, кто с Орла, приходите на Лросов 9.30. Буду там. Пообщаемся. Опс, здесь темно. Привет, всем привет. В общем, я вроде раздекодил альбом. Да, подписывайтесь на все мои паблики. Они крутые. Крутые люди вообще делают это. Спасибо вам. Приятно видеть, что вам интересно следить за мной. Я стараюсь. Стараюсь. Поэтому всем пока. Увидимся обязательно еще. На связи. Полрой 2 весной. Пока.